На библейский портал Экзегет поступил вопрос, что для церкви более полезно – благоденствие или гонение. Полезно то, что Бог даст, то, что Бог попустит или благословит. Жизнь церкви можно сравнить с жизнью отдельного человека, отдельного члена церкви, христианина. Что для нас полезнее – изобилие или гонение, времена мирные или времена какие-то сложные. Как сегодня мы уже ощущаем дыхание и войны, и потерь, каких-то тревог. Как на это люди реагируют? Ведь все эти симптомы Бог премудро нам дает, чтобы мы отлепились от всякой пустоты, от глупости, от ерунды. Ведь недаром в Писании сказано, что полезнее ходить в дом плача и скорби, чем в дом радости и веселья. И когда к человеку приходит беда, когда приходит какое-то испытание, то он часто просто перестраивает всю систему ценностей. Например, доводилось видеть людей, которые потеряли близких. Вот если в твоей жизни будет присутствовать тема смерти близкого человека, она тебя очень сильно отрезвит. Ты забудешь про рестораны, про дискотеки, про веселье, про музыку. Твое сердце будет поражено скорбью. Ты будешь ходить в храм, ты будешь читать псалтирь, ты будешь сопереживать. Если ты встретишь такого же человека, с кем беда вас сопороднила, то ты найдешь слова, которые тебе Бог вложит. Ты умудришься больше, чем прочитав тысячи книг. Ты поверишь в воскресение Христово, если будет на то такое твое старание. Ты почувствуешь, что смерть – это брошенное в землю зерно, которое вырастет. Это только временная разлука. Но, к сожалению, средства, которые Бог использует, мы не направляем к главной цели. Например, после смерти человека, может, родственники или, допустим, родители, потерявшие сына, может вместо храма начать выпивать. Или может разрушиться семья. И такие случаи бывают. Казалось бы, горе должно сблизить людей. Оно, наоборот, вбило клин и отношения испортились. Так что нам нельзя за Бога думать и решать, и размышлять о том, что полезней. Но скажем одно, что есть два типа воды. Вода проточная и вода стоячая. И вот гонение и благоденствие, оно примерно то же самое, что вода проточная, которая называется живой, и вода стоячая, которая называется мёртвой. Поэтому, чтобы мы не превратились в какое-то вонющее болото со стоячей водой, живя в этом изобилии, в этой цивилизации, оторваны от вообще понятий того, что надо иногда и посмотреть на небо, и походить по росе, так сказать, босиком, и зачерпнуть воды из колодца, послушать птиц. Вот иногда или сходить в больницу, или пойти на кладбище. Увидеть эту настоящую жизнь. Бог нам часто попускает вот эти самые испытания, которые нашу жизнь оздоравливают. Они как бы вносят в нас в новую струю свежего воздуха жизни. Поэтому, наверное, если отвечать на этот вопрос, полезней, конечно же, гонения. Когда в них происходит такой, знаете, просев подлинной такой пшеницы от всякой шелухи. Именно гонения делают церковь чище. Именно в гонениях рождаются святые. И часто в гонениях, так сказать, отпадает всякая шваль, всякая шелуха. И церковь в целом, она оздоравливается за эти гонения. Так что вот будем, наверное, в эту сторону смотреть. Конечно, молиться о мирных временах. Но если гонения придут в нашу жизнь, будем к ним готовы и будем их воспринимать как благо, которое Господь посылает. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. Продолжение следует...